Новости на Лучшем Новости на Лучшем Верховный суд «Богац» продлил срок содержания под стражей Романа Задорова на 30 суток. Вчера окружной суд на Церета принял решение освободить его под домашний арест. Однако сегодняшнее процессуальное продление не отменяет вчерашнего решения о домашнем аресте, которое откладывает его вступление в силу еще на 30 дней. Парламент Израиля избрал своих представителей в комиссии по назначению гражданских судей, а также судей религиозных судов. Политическая система имеет в комиссии 4 места. Ее возглавляет министр юстиции, а также входит еще один министр и два депутата. Как правило, один от оппозиции, один от коалиции. Согласно коалиционному соглашению, в первую половину каденции, помимо министра юстиции Гидеона Саара, правительство будет представлять министр внутренних дел Айелет Шакет. Коалиция проголосует за Эфрат Райтен из партии Авода в качестве представителя коалиционных партий. Во вторую половину каденции министр транспорта Мейрав Михаэлем сменит Айелет Шакет, а коалицию будет представлять депутат Атьямины или от Атиквам Хадаша. Министр обороны Израиля Бенни Ганс и министр иностранных дел Яир Лапид выступили с совместным заявлением о том, что за атакой на судно Мерсер-Стрит стоит командир подразделения беспилотной авиации Корпуса Стражей Исламской Революции Саид Аараджани. По утверждению израильских властей, Аараджани ответственен за планирование и подготовку всех иранских террористических атак в регионе с применением беспилотных летательных аппаратов. Заявление было сделано во время встречи с послами стран-членов Совета Безопасности ООН. Тендер компании Google на прокладку израильской части кабеля выиграла компания Basic. Кабель Bloom должен соединить юг Израиля в районе Эйлата с Италией. Проект Google позволит осуществить прямую интернет-связь между Европой и Индией, не проходящей через территорию Египта. Безек проложит 800 километров кабеля из 16 пар оптоволоконных каналов на участке между Тель-Авивом и израильско-иорданской границей в пригороде Эйлата. Министерство здравоохранения Израиля сообщило о перебоях в работе своих онлайн-сервисов. Некоторые ресурсы не работают совсем, некоторые частично. В этой связи была приостановлена выдача сертификатов о вакцинации и временно недоступной информации о количестве зараженных за прошедшие сутки. Минздрав и авиакомпания Эляль запускают совместный пилотный проект тестирования пассажиров на коронавирус прямо в самолетах авиакомпании. Проверки будут проводиться на борту во время полета вместо тестов по прибытии в аэропорт. Первый такой рейс в Израиль вылетит завтра, 5 августа, из Нью-Йорка. С завтрашнего дня рейсы из Эйлата будут переведены в третий терминал аэропорта Бен-Гурион. Решение принято с целью отделить пассажиров, прилетающих из Эйлата, от пассажиров, возвращающихся из красных стран. Рейсы в Эйлат по-прежнему продолжат осуществляться и с первого терминала. Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которая отказалась возвращаться на родину, сегодня вылетела из Токио в Вену. Изначально она должна была направляться в Варшаву, однако в последний момент ей поменяли билет по соображениям безопасности. Ожидается, что уже завтра Тимановская прибудет в Варшаву, где с ней запланирована пресс-конференция. Еще одна белорусская легкоатлетка отказалась возвращаться в Беларусь, Яна Максимова. Серебряный призер чемпионата Европы по пятиборью и ее муж Андрей Кравченко заявили о том, что остаются в Германии, где находились на сборах. Максимова в своих социальных сетях заявила, цитата, «Мы приняли решение не возвращаться в Беларусь. К огромному сожалению, сейчас там можно потерять не только свободу, но и лишиться жизни». Конец цитаты. Все новости дня и подкасты информационных программ вы найдете на нашем сайте radio1064.seum.il. Далее прогноз погоды на завтра. Погода на лучшем. Завтра, как и в течение всей недели, в Израиле будет очень жарко. В Иерусалиме воздух прогреется до 36 градусов. В Тель-Авиве 35, в Хайфе 33, в Твери и на побережье озера Кенерат 41, в Биршеве также 41 и в Эйлате 42 градуса. Это были главные новости дня на лучшем радио. Служба новостей возобновит свою работу завтра в 8 часов утра на волне 106,4 FM. А в 9 часов по радио и на наших интернет-платформах вы сможете послушать обзор газет с Цви Зильбером. Новостная редакция прощается с вами. В студии работал Леша Гурьев. Берегите себя и других и подписывайтесь на лучшее радио в интернете. До новых встреч! Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова